Всем привет! В одном из последних видосов, которые я выкладывал, это про добавление приборов, новых приборов, существующие сцены в кью-листах. У меня, помните, если кто внимательно смотрел, была такая проблемка, что на панельке, когда выбираешь головы, и вот здесь вот, у меня не было никаких уже готовых цен, которые идут в наборе с фристайром. Это там круг, квадрат, там восьмерка или еще какой-то. И я нашел выход из этой ситуации и даже лучше, чем ожидал. Сейчас расскажу, что я сделал. Так, что же все-таки я сделал? Начал рыть просторы ютуба и просторы интернета и нашел очень интересный и замечательный пак, в котором находится очень много разных настроек для голов, уже готовых, уже забитых, с разными началами работы приборов, с разными формами, с разными настройками. Я себе их установил и попробовал, я вам скажу, очень доволен-таки стоящая вещь, особенно для тех, кто не хочет сам прописывать какие-то движения, ну, лень кому. Либо уже можно взять готовые и их сделать под себя. Предлагаю сейчас с вами вместе их заново установить, найти, скачать и поставить, и посмотрим, что из них получится. Где находится архив? Архив находится вот здесь вот на сайте, я ссылочку прикреплю обязательно в этом видео. Вот он называется Chases. Что мы делаем? Мы его скачиваем. Он весит довольно-таки немного, скачивается без всяких проблем, без каких-то там кодов, телефонов и всего остального. Скачиваем его к себе на компьютер, вот он называется Chases. Так, скачали мы архив, открываем теперь его. Вот он у нас, он есть, Chases. Открываем архив. И вот они у нас все сцены. То есть вы видите, что их тут, ну, довольно-таки много, они разные. Сейчас мы их будем устанавливать в программу Freestyler. Сворачиваем все наши окна. Заходим на диск C, где есть у нас программа Freestyler. Вот она, находим папку Chases. И сюда же копируем все те сцены, которые были у нас в архиве. Просто их выделяем все и перебрасываем прямо вот сюда вот в корень. Вот они у нас закинулись все, все они у нас появились. Закрываем программу Freestyler для того, чтобы они угновились. Запускаем. И смотрим, что у нас получится в итоге. Вот, загрузились они у нас. Значит, открываем давайте 3D Magic, чтобы посмотреть, что у нас будет по итогу. Чтобы как-то визуализировать это все. Так, открываемся, открываемся. Вот, у нас открылась. Открылась у нас программка. Давайте ее чуть-чуть делаем поменьше. И вот так вот поставим вид, чтобы у нас было более-менее видно. Выбираем наши головы. Выбираем нашу панельку. И смотрим, что у нас здесь есть. То есть вы видите, что она расширилась довольно-таки ого-го. Можете поэкспериментировать, повыбирать и посмотреть, что вам надо оставить, что вам не надо под себя сделать, что вам надо переименовать, что вам не надо удалить. Это уже по желанию. И вот давайте, допустим, возьмем какую-нибудь там, я не знаю, вот эту ронж. Посмотрим, что она из себя представляет. Сразу скажу, что в основном они тут рассчитаны на головы, которые находятся сверху. То есть вот в основном, наверное, для клубов и для ресторанов. То есть для голов, которые подвешены там на потолке, на стойке, наверху и находятся в основном посредине сцены. Но мы их можем что? Мы их можем чуть-чуть подвинуть. То есть берем, да, круг, выставляем там, если надо, делаем его меньше. Выставляем на наш танцпол приблизительно, где он у нас будет. И можно изменять разные настройки. Например, вот как бы обычный, обычный вроде как круг. Но если мы вот нажмем на вот эту кнопочку дистер, не знаю, как она расшифровывается, то получится вот такой эффект. Довольно-таки он эффектно смотрится. Я видел их вживую, как такое делают. Всегда хотел такое написать, но все было лень. А тут уже готовое решение, вот со следящими такими вот, как мигалка по танцполу идет. Давайте я сейчас парики выключу, чтобы они не мешали. Так, и продолжим. Возьмем, допустим, другую какую-нибудь сцену. Тут есть вот tilt-синус, например. Тоже. Она вот здесь, видите, сделана как на центр. Ее можно изменить. Вот это, помните, у меня была сцена тоже, апдаун я делал. Вот оно идет с повторением, только уже готовое. Не надо прописывать каждый шаг. Вот ее можно выставить на танцпол. И вот они погнали у вас делать такие движения. Можно взять какой-нибудь тут еще. О, он какой-нибудь, он панер какой-то. Ага. Вот он, о, вообще замечательный эффект, я считаю. Смотрится довольно-таки прикольно. То есть, его можно использовать в ваших существующих сценах. Добавить, разбавить, чтобы как-то было какое-то разнообразие. Можно, опять же, сделать какую-то одну сцену с несколькими шагами, в которых будут меняться движения голов для быстрой дискотеки, чтобы не было одно постоянное движение. А сделать их несколько, я думаю, можно изменять, будет неплохо смотреться. Вот. В принципе, как бы это все, наверное, что хотел на сегодня сказать. Маленький такой обзорчик, короткий. Ссылку, опять же, повторюсь, прикреплю внизу в видео. Переходите, скачивайте, устанавливайте, экспериментируйте. Я думаю, у вас все получится. На сегодня все. Всем пока. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!